Вместо героина адреналин. В Беларуси нашли необычный способ борьбы со смертельной опасной зависимостью. После центра реабилитации молодые наркоманы попадают не обратно на улицу, а в специальную секцию. Им выдают камуфляж, лазерный автомат и выводят на полигон. Правда, смерть здесь только виртуальная, а вместо свинцовых пуль безвредные лучи света. Организаторы уверены, на поле боя бывшие наркоманы получают самый мощный, а самое главное, безопасный наркотик – адреналин. После него они уже, скорее всего, никогда не вернутся к своей пагубной привычке. Насколько этот метод эффективен, Павел Питько ответит. Еще недавно Сергей не представлял своей жизни без наркотиков. Тратил последние деньги на очередную дозу. Много раз обещал себе остановиться, но затем все повторялось снова, пока из родного Воронежа не приехал в Минск лечиться. Жизнь, которая жил до реабилитации, она меня перестала просто устраивать. То есть это такие тяжелые наркоманские будни, они не даются легко и в конце концов ты приходишь к тому, что просто ты хочешь все изменить, тебе все надоедает. В Белорусском центре здоровой молодежи Сергею помогли. Он уже год не употребляет наркотики. В Белоруссии с наркоманией борются по уникальной системе. После того, как бывшие наркоманы проходят курс лечения в клинике, они приходят сюда. Ребята надевают военную форму и берут в руки автоматы. Правда не настоящие, а для лазерного пейнтбола. Пейнтбол, страйкбол, лазербол. Сейчас эти военные игры популярны в Белоруссии. Игроки в них делятся на команды и выполняют боевую задачу. Это может быть захват флага или крепости. Такие игры приучают молодежь к активному образу жизни. Врачи заметили, что участие в игре помогает больным побороть тягу к наркотикам, развивает внутреннюю дисциплину, делает более целеустремленным в борьбе со смертельно опасной зависимостью. Для тех, кто еще не вступил на этот путь, есть возможность задуматься, а стоит ли вообще. Может, лучше пойти действительно поиграть в пейнтбольную игру, чем идти куда-то в клуб и искать приключения. В пейнтбольных играх вместе с наркозависимыми участвуют и представители МВД. Александр – полковник милиции. В рабочее время он занят борьбой с наркотиками. Свободная помогает тем ребятам, которые решили стать на путь исправления. И мы должны вывести людей из этой наркозависимости, показать, что есть другая жизнь, лучшая жизнь, попытаться вернуть их в социум, трудоустроить, возвратить все семьи. Белорусские врачи и милиция надеются, что людей, которые решатся сказать наркотикам «нет», с каждым месяцем будет становиться больше. И такие игры им помогут. Ведь здесь воюют не друг с другом, а против общего врага. Павел Питько, Вадим Трусов. Союзники. Беларусь. Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на сайте www.mir24.tv. А я напоминаю, программа «Союзники» выходит в эфир по понедельникам в 19 часов 40 минут. Не опаздывайте.